Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, с 19 по 21 стих. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по претензии народа, и дали знать ему матерь и братья. Матерь и братья твои стоят в вне, желая видеть тебя. Он сказал ему ответ. Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие Его толкование. Отсюда оказывается, что Христос был не вместе со своими сродниками по плоти, но они пришли к нему, ибо он, оставив их, занимается духовным учительством. Так и всякий, кому верено служение Божие, не должен ничего предпочитать ему. Должно и родителей оставлять, если они без пользы и напрасно будут препятствовать нам в деле Божьем. Подобно, как и Господь теперь поступает. Когда некоторые сказали ему о его сродниках, он не заключает братство в числе немногих. И сынам Иосифовам не предает той чести, будто бы они только одни его братья. Но поскольку он пришел спасти весь мир и всех сделать братьями, то говорит, мать моя и братья мои, суть те, кои слушают Слово Божие. Потом, поскольку одно слушание никого не спасает, а разве только осуждает, он говорит, и исполняют, ибо должно слушать и вместе исполнять. Слово Божие называют свое учение, ибо что он не говорил, все... Все принадлежало отцу его, так как он не был противником Богу, чтобы слова его не были Божиими. Бедность родственников нисколько не вредит мне. Напротив, если кто даже и беден, но слушает Слово Божие, такое делаю сродником своим. Как нам это можно применить, прочитанное? Прежде всего, читать братьями своими, кто читает Слово Божие и исполняет его близких родственников. Если они к Слову Божию, как бы, прохладны, их не предпочитать. Так, ну а на практике у тебя как случилось? Так ли, как Господь учит, или по-другому? У тебя есть братья по плоти? Есть, брат. А по духу? Только в общине. Есть в общине или нет? В общине братья по духу. Есть? Ну и все вроде. Ключевое слово вроде. Ну, все братья по духу, в общем, братья и сестры. Так. Ну и ты предпочитаешь братьев по духу, как Господь учит, или все-таки с братом по плоти дела делаешь? Я с братом по плоти никаких дел не имею. Ну, а когда ты из общины ушел, кто тебе домик утеплял? Ну, утеплял-то. Это утеплял-то одно. Так утеплял-то он не то, что мне... Я хотел под гору утеплить, а он через меня прыгнул и по-своему сделал. Тот-то-то, что никудышный. То есть ты, вопреки... Утеплил его. То есть ты, вопреки учения Христова, обратился к брату по плоти. Да и к кого обращался-то? Он сам предложил. Ну, а ты что, ты старше его брат-то? На шесть лет старше. Ты старше. Он предложил тебе помощь. Брат по плоти. У тебя есть братья по духу. Ты согласился. Согласился? Согласился. А почему к братьям по духу не обратился? Потому что вроде братья, да? Потому что ты их не считаешь братьями по духу. Есть брат по плоти. Ты к нему обратился. Ну, в то время я упал духовно. В то время ты упал духовно. И брат тебя по плоти в этом духовном падении решил поддержать. Оказать тебе помощь. Вау. Да. У него цель-то другая. Сорвать куш. На моем деле. То есть он тебя обманул? Да, конечно. Он электричество также подключил за 17 тысяч. Ну, куш сорвал. А другие за сколько подключали? Да, как кого там подключить? Ну, и не специалисту понятно, что за 17 тысяч можно 3 раза подключить или 4. Ну, а ты ему зачем 17 тысяч отдавал? Если ты не отдавал бы, да и все. Или он предоплату взял с тебя? За какую предоплату? Ну, просто, чтобы не огорчать его. И спорить. А с ним спорить бесполезно. Начнет рвать и метать. Ну, деньги из тебя вот эти за электричество он силой забрал? Да почему силой-то? Я отдал. А зачем? Зачем отдал? А теперь говорит, что он тебя обманул. Ну, и теперь-то до меня дошло, что это. Можно было 3-4 раз... А, то есть в тот момент... 3-4 подключения сделать такие... То есть в тот момент до тебя не доходило? Не доходило, не доходило. Ты думал, что он... Ну, курс сорвал, но... У него цель такая. Ну, а ты не допускаешь мысли, что все-таки... Ну, действительно так оно это и стоит? Да, где-то. Нет. 17 тысяч подключений. Ну, ты будешь к нему еще обращаться? Это в то время еще... Может, час и стоит. А в то время, когда я подключался уже... Больше 10 лет назад... Ну... Ну, вот к нашему толкованию вернемся. То есть... Брат знает твой, что ты верующий? Не знаю. Ну, он вообще приезжал. Права качал какие-то. Когда? Меня не было летом, наверное, когда я в Потеряевке был. Да вот. Ну, не знаю. А когда приезжал, и при ком он права качал? Какие права у него? Ну, права... Вроде... Что-то зажимаете меня, или что? Не знаю. Заступался за тебя, да? Да. Ну, а как он? Ты ему, видать, жаловался? Он-то откуда знает? Никакого не жаловался. А мне чего жаловаться? Ну... У него 7 пятниц на неделю. Он урон такой. И... В десантных войсках не служил, а вот как напьется и давает. Вот я десантник. И грудь колесом. И хвалится перед всем. Ну, а когда он в общину приезжал и качал права, кто был из общины? Ну, я не знаю, что он делал. То есть, это не про тебе было? Ну, конечно. Я просто пример. Может, права качал какие-нибудь. Ну, он может хоть что сделать. А откуда ты узнал, что он права качал? Ну, я говорю, просто предположение сделал. А может быть, он и не... Ну, он может все выкинуть. Что, может быть... Любой фортель может выкинуть. Нет, ты сейчас сказал, что он приезжал и качал права, что тебя тут притесняют. Ну, просто я... Ну, это твои фантазии. Ну, как у моих домов. Что он такое может сделать? Ну, может любой фортель выбросить. Выкинуть. То есть, нам нужно быть готовыми, что приедет бригада десантников и устроит из-за тебя разборки. Какие десантики. Ну, у него эта крыша ездит. Как напьется. Давай врать. Вот. Ну, а из-за чего у тебя такие... Ну, с ножом на меня кидался. Вот. Ну, ты уже верующий был? Угу. Уже читал Новый Завет? Ну, я с Виктором Андреевичем еще... Ну, вместе ездил. Ну, и рассказал ему по дороге, что братец с ножом кинулся на меня. И что, Виктор Андреевич? Ну, терпи. Ну, здорово, живешь, терпи. Ну, а что? Бог терпел и нам велел. Ну, Бог-то нам говорит, что... Ну, а я что сделаю? Не нужно предпочитать родственников... Да, я не предпочитал. Да, я не предпочитал. Ты сейчас говоришь... Да, он сам навязывался. Вот, навязался с этим утеплением. Ну, а ты бы сказал, нет, и все, не нужна мне твоя помощь. Если ты знаешь, что он безбожник, что он пьяница, что он кидается на тебя с ножом, зачем ты с ним общаешься? Ведь Слово Божие учит обратному. Ну, брат по плоти хорошо. Ну, как бы помогает. А. Ну, а помощь-то... Ключевое слово все-таки помогает, да? Ну, помогает. Ну, я, говорю, в то время упал, не ходил в общину. Ну, он сам навязывался, предложил. Ну, я говорю, ему что надо? Куш сорвать и все. Ну, а вот... Ну, стоимость. Понятно. Стоимость выше, чем это. Хорошо. 150 тысяч, которые я заплатил. Ну, ты считаешь, что можно было бы подешевле где-то найти этот утеплитель? Да можно и было этот дом купить дешевле. Он просто не приценивался. Ну, а сам-то ты что не искал? Ты нанял... Да я сам нашел. Я нашел в Ересной домишко. Ну, и уже задаток дал. 10 тысяч. Ну, и все. Он это... 10 тысяч? Повернул по-своему. Ну, 10 тысяч так подарком ушло. Ну, зачем? А ты ему сказал, что ты уже задаток-то дал? Ну, а он что? Почему он... Ну, по-своему повернул. Вот, с Бельмечева. Ну, ладно. Бог с ним, с братом Плодским. В автокомбинате. Давай теперь про духовных братьев поговорим. Я слышал, что брат Владимир Пащенко оказал тебе услугу, помощь такую, привез тебе дрова. Ну, про питание. Нет, про дрова сейчас, про питание. И про питание он тебе привез. Ну, я говорю, оплатить он, говорит, не надо. То есть, он привез тебе бесплатно продукты. Ну, я предлагал ему, говорю, оплатить он, говорит, не надо. То есть, оказал тебе помощь. Вот. И привез... Ну, дрова, дрова-то я наделаю, я отдал деньги. Вот, за дрова. И ты сказал, что тебе эти дрова не понравились. Ну, так, как говорим, не самого низкого сорта. Вот. А сколько стоит дрова высокого сорта и сколько низкого, ты знаешь? Не знаю. Не знаю. А как же ты сказал ему, что вот за 7 тысяч, который ты сколько ему? 7 тысяч отдал? Ну, около этого. Около этого. Сколько кубов он привез? Не знаю, полная машина. Полная машина, 7 тысяч рублей. Низкого сорта дрова. Сколько стоит машина дров высокого сорта, ты знаешь? Не зуб ногой. Не зуб ногой. Но, тем не менее, ты, когда дрова тебе привезли, и ты там в грудь пяткой себя бил, что у тебя холодно, дырка там в полу, и что брат привез плохие дрова, что за эти деньги он мог бы привезти хорошие дрова, и он не горит. Ну, я просто, просто сказал, что дрова никудышная, сырые, сырые, и прихлявые. То есть, ты считаешь, что он тебя обманул? Ну, как обманул? Ну, что, ему предлагали горбыли, нераспиленный, долготье, но что-то там не получилось. Ну, ты этими дровами топился, гнилушками-то, труклявыми? Топился. Горят они? Ну, там мало-мало есть смолье, но смольем растоплял. Потому что я Володю-то знаю давно, и он занимался колкой дров, уж в чем-в чем, а в дровах он долго знает, он не такой, чтобы за 7 тысяч рублей тебе прям трухлятин одну привезти, которая не горит. Все-таки он... Ну, смолье было, есть смолье. То есть, там вперемешку. Ну, у меня сначала кинулись трухлявые, трухлявые, и это топольник. Топольник это. Ну, за 7 тысяч машину, еще и с доставкой к Бельмесево, это... Ну, да я благодарен, коллег. Ну, как же ты благодарен, если ты говоришь, что ты мне трухлятина привез, какая же это благодарность? Ну, смолье кинулись мне в глаза трухлявые. Ну, и ты... Трухлявые, это топольник, осинник. Вот. То есть, ты... Ну, они вообще там сырее, там... Топольник, осинник, они вообще сырее. Хоть это... Ну, видать, в тот момент сухих, может быть, не было в продаже. Может быть, сухие дрова стоят там в три раза дороже. Ну, я это... Я говорю, не в зуб ногой, ни разу не покупал. Ну, вот, тем не менее, то есть, ты... Сказал, что за 7 тысяч подавай мне сухую березу. А он тебе... Да я говорю, я цены не знал. Ну, не в зуб ногой. Я откуда знаю, какие цены? Если я не покупал, не закупал. Ну, а если ты не знаешь, какие цены, зачем ты брата обвиняешь во лжи-то, что он тебе плохие дрова? Я не во лжи обвинял. Я сказал, что то, что трухлявое... Ты сказал, что топиться вообще невозможно, то, что ты мне привез. Смысл твоих слов такой был. Отдавай мне деньги назад, забирай свою трухлятину назад. Ну, возможно, я... А потом, когда оказалось, что я пришел, у тебя тепло. То, что у тебя печка дымит, это не от того, что дрова трухлявые, а то, что ты печку не почистил. Так это, конечно. Была бы у тебя печка хорошая, нормальная, очищенная. То и такими бы дровами было бы. Да ты даже, я был, у тебя очень было тепло в домике. Вот, когда, если не лениться, топить, все по-моему делать. Так я тут отклютую. А у тебя все кругом виноваты. Брат по плоти виноват, брат по духу виноват. Как в бане, пока не будет, так бросают топить. Вот. Тут еще топить надо уметь. Зачем растоплять, как в бане-то? Ну, только на полу в 16 мороза. Ну, как в бане-то, зачем растоплять-то? Ну, растоплишь, как в бане, 40 градусов тепла. Той, 60. Такая, это, у печки. А в той комнате вообще прохладно, можно сказать, холодно. Там на полу вообще не оттаиваю. Ну, и чему нас врачительное учит? Чему ты научился? А вот ты родителей-то раньше похоронил, чем у Верова? Ну, да. Родители-то неверующие были. Ты рос в неверующей семье. Ну, мать как бы крестик носила, иконы были. Она... Она тебя крестила в детстве-то? Ну, говорят, что крестили. Крестная вещь. Ну, а ты в Потеряевке, когда крестился, получается, ты второй раз крестился? Ну, я говорю, не знаю, как меня крестили, поэтому и второй раз крестился. Может, меня просто мочили ладошкой. Я же не знаю, как меня крестили. И спросить не у кого, да? Ну, а у кого спросишь? Ну, ты говоришь, крестная у тебя. Ну, она все позабыла уже. Она уже старенькая. Если мне 70 лет, я... Ну, а ты... Девятый уже... И с детства помнишь, чтобы вот твоя крестная приходила вот к тебе, и вы бы читали Библию, толкование, вот как мы сейчас с тобой? Да нет. Я только навещал ее. А мама тебе читала Библию? Нет. А сама она читала? Была Библия? Ну, Библии не было. Не было, да? А в храм она ходила или не ходила? Не помнишь? Ну, я не знаю. А ты с ней в храм ходил? Я с ней не ходил. Не ходил. Ну, икона была. А отец... Крестика она носила. А отец без крестика ходил? Ну, отец, я даже не припомню. Даже не знаешь, да. Ну, матерился. Пил, пил. Дрался. Руку ломал матерью. А ты свою жену любил? Ну, я тебе рассказывал уже. Я говорю, женили меня не полюбив. Любил одну, а... А когда она послушная у тебя была, женатая верующая, нет? Ты подкаблучником был или был? Да какой подкаблучником? То есть ты угловой был все-таки. Ну... Она тебя слушалась? Слушалась, ну... А не всегда, наверное, да? Ну, в хозяйство она вела. Ну, а если она... Я как бы... А если она выходила из подчинения? Какие-то ты... Санкции? Ну, как из подчинения? Она не выпивала, я тоже не выпивала. Ну, было такое, чтобы вот ты как... Вот отец-то, ты говоришь, на мать руку поднимал. Ну, как-то довела, я стукнул ее, но свернул с одного раза. Прям переломил? Ну, переносится. Прям сломал? Ну, повредил. А в чем там, как она тебя довела-то? Да я разве тебя вспомнил? Не вспомнил. Как она довела? То, что нос сломал, помнишь? А как к этому пришло, уже и не помнишь. Может... Ну, в горячке. Это... Ссора какая-то была. Это резвый был? Ну, логой не пьем. Вот это, да. Ну, ссора была какая-то крупная, я не помню. Даже из-за чего и не помнишь, да? В горячке стукнул. А нос так и кривой остался у меня после этого. Ну, так-то с виду нормальный. А, то есть ты не сломал? Потому что я... Сколько у меня друзья боксеров с переломами носами, те у них свернутые. Ну, на вид нормальный. Да, просто там кровь брызнула, наверное, и все. Гипс не накладывали. Да, нос, наверное, не накладывает гипс-то, я не знаю. Ну, а сейчас ты, после того, как в общину стал ходить с братом, поддерживаешь отношения? Да, я стараюсь от него отвязать. А он как банный лезь прилил. В последний раз приходил он к тебе, что говорил? Он приезжает к тебе, навещает тебя? Ну, приезжает, но... Это одна и та же пластинка, долгоиграющая. Одну и то же, все повторяю. Что он говорит тебе? Ну, как бы... Надо начинать жить по-человечески. А я по-плоцки-то... От плоти... Оторваться хочу. А он на плот наставляет. По-плоцки, живи, по-человечески. Ну, а что в его понимании жить по-человечески? Чем он недоволен? Что ты... Ну, недоволен, ну, в чистоте живи, ну... Да, то есть у тебя... Шевелись, и... Да, да, да. В том роде. Ну, как ты считаешь, что это правильно он беспокоится? Ну, говорит-то он правильно, но... Я-то, я-то, это... Хочу от него отвязать, а он как банный лезь прилип ко мне еще. Я не могу от него оторваться. То есть ты хочешь жить в грязи, питаться с помойки, а он тебе говорит, давай, Вася, шевелись, как-то там, может быть, ну, зарабатывай, если не хватает тебе денег на продукты, давай я тебе дам, и шевелись. Это он про питание не говорит. А про что он? То, что ты в грязи, и медлительно ему это не нравилось. Ну, подсказывает. То, это... Я там раскопал около печки, задел печку, холод идет. Ну, правильно уже он тебе подсказывает. Зачем ты раскопал-то, если оттуда холод идет? Да-ка раскопал-то я раскопал. Она подгнила доска. Я ее сорвал, а там это... Камелек на лагах стоит. На лагах, на глине. Ну, и тоже, видать, эти лаги подгнили. То есть, ты раскопать раскопал, и так и дырку оставил, да? Ну, чтоб просыхало. А он тебе, говорит, заделывает, холод идет. Ну, такое... Ну, холод... Холод, он идет, и около дверей этот угол. 16 морозов. Правильно же тебе подсказывают? Как же в холоде-то жить 16 морозов-то? Чего ж ты ровешь? Он же утеплял-то, не я. Ну, так... Расковырял-то к тому печенью. Ну, видать, он заплатил мало. Так они и шляпали все. На скорую руку. Ну, а ты что, не контролировал-то? Да, мне никакой контролировал. Я понимаю в этом деле. Он говорит, ты к ним не подходи, не мешай им. И все. Хозяин ничего не понимают, строительство, и строители ничего не понимают. Ну, а строители понимают, ну, и... Если им мало заплатили, ну, а что они будут стараться-то? Тяп-няп, и все. И конец работы. Понятно. Ну, извини, оплата, оплата соответствует, как говорится, деньгам. Ну, а ты говоришь, что он тебе говорит... Оплата делу соответствует. Ну, а ты говоришь, что он... Ну, не нравится ему, что ты в грязи живешь. Ну, так а у него одна пластинка, ну, начинает материться, и все, и одни и те же слова. Ну, он правильно говорит, что ты в грязи живешь, а он, а ты его не слушаешь. Ну, так а у него-то есть, есть кому убирать. Он так и говорит. Хозяйство там на бабе, именно нем. Ну, он... Дрова там заготовляет по улице. Снег убирает. То есть он... Ну, а хозяйство все на бабе. Ну, у него... Он ничего не делает. Ну, у него чисто в доме? Ну, так ясно дело, если баба убирает. А у тебя почему грязно? Так у меня бабы нет. А он тебе предлагает бабу завести, а ты сопротивляешься? За нее? Ну, а что... Или он предлагает, чтобы ты сам убирал? Да. А ты что ему в ответ? Что пристал, как банный лист? Да я не разговариваю просто с ним. То есть живешь в грязи, живешь тебя и тут странно. Ну, он перематерился. То есть и тебе... Адреналин прыгнул в себя и все. Ну, он правильно говорит, что... Ну, говорит-то правильно, но его пластинка долгоиграющая. Мат-перемат. Ну, а если бы он тебе без мата бы сказал, Васенька, ну, что ж ты в грязи живешь, дорогой мой? Давай как-то, может, мы с женой придем, тебе порядок наведем, а ты будешь поддерживать. Согласен, братец, дорогой? Если бы он так сказал, ты бы поддерживал чистоту в доме? Ну, какая чистота? Ну, дрова трухлявые натаскал в избу. Ну, прям... Все растаскивается. Ну, дрова прям в избе. То есть у тебя нету возможности... Ну, я вставляю, он болел. Чуть-чуть, это... На том свете не оказался. Ну, обмочился. Слабость была сильная. И мочевое слабо. Обмочился. И он тебя за это материл. Да я ему не говорил, дорогой. Он материл меня за это. Я буду ему докладывать. Он даже не знал, что я, наверное, болел. Ну, а когда ты не болел, у тебя чисто в доме всегда было? Да нет. Нет. То есть болезнь твоя, это не причина то, что... Ну, бывает, человек болеет, не может убираться. То есть это вот твоя привычка жить в грязи. Вот. Это ему не нравилось. Что он привык жить в чистоте. А когда вы вместе жили у родителей, так же было грязно в доме? Да почему? Мать убирала. Мать убирала. Да. А ты почему так? Ты считаешь, что это вот плотская жизнь, жить в чистоте. А духовно это вот в грязи жить. Ну, ты вот у кого из наших братьев духовных? Ну, плотской, понятно, даже плотской, неверующий, живет в чистоте. А вот ты был вот в гостях, в братьях, у которых нет жены, у которых грязь в доме? У кого-то из наших братьев был в доме, которые одиноки, без жен живут. Ни у кого не был. А, было вот, ну, две подруги, они покинули общину. Я у них был. Что за подруги? Галина Ивановна Кубайкина и Галина Силина еще была, две Галины. Ну, и ты у них был. Ну, а где ты у них был? Ну, уже на квартире. А что ты там делал? Ну, пригласили в гост. А и что ты там делал? Ну, что делал, угостили. Они приглашали тебя до того, как ты из общины ушел, или после того? Да, нет, до того. То есть ты еще был в общине? Да. А, они в общине были? Были в общине. В общине были. Сколько раз они тебя приглашали? Раз только было. Раз пригласили, больше не возникло желания у тебя приглашать в гости. А почему? Так это у них надо спросить. Сейчас уже не спрашиваю. Ну, а ты сам как считаешь? Ну, наверное, нехорошо пахнуло. Что-то в этом роде. Да. А почему ты нехорошо пахнешь? Так, как мы ценим. А почему тебе негде мыться? Нету обустройства. У тебя баня есть? Да, купил баню на потолок прогнил. Ну и что? Для летней банки. Ну и что, что потолок прогнил? Печка-то там в бане есть? Ну, печка есть, но зима не на топишь. Ну, почему? Ну, потолок прогнил, потому что. Да воду-то можно согреть. Да где воды взять? Вода-то. В Оливье где? В Бермещеву надо идти. Сколько километров? Да побольше километров. Да всего километр до разве это. Взял тачку-канистру, да привез 20 литров. А где она тачка? Не себе эту тачку. А почему у тебя тачки? Не себе таскал. А почему тачку не купил? Ну, дорогие, да и никудышные, сладенькие. А вот этот второй участок земельный, там у тебя тоже он с домиком? Ну, там домик. За сколько ты его покупал? За 60. А та вот эта, вот смотри, у тебя один за 60, другой за 150. 250, 210 тысяч. Ну, и плюс 10 тысяч подарил задаток. Ну, это правильно, если задаток дал, а сделка не сделана, в задаток уходит такие правила. Как электросеть 220. А почему? Как электросеть 220. Ну, а ты зачем эти приплюсовал-то? Тачку-то можно было купить. Зачем тебе за 60 тысяч покупать этот был участок? Купил бы все. Так я хотел сам укиплять, брать. По-своему. А зачем тебе два домика надо было покупать? Ну, это этот я брошу, который на горе. А зачем ты его покупал, чтобы потом бросить? Да, купил я его прежде, чем потом уже к брату сродному сходил. Он под горой там живет, через домик, где я купил. Ну, и говорит, вот продает мужик. Покупай, когда я уже тот купил. Ты сначала купил под горой, да? Почему? Купил на горе, брать нашел мне. Ну, а потом, как купил, к брату сходил, к сродному. Ну, он говорит, вот мужик продает там рядом, дешево, говорит. Купил тот. Так у тебя уже был. Так я хотел-то утеплять тот, этот-то еще не утепляли. А зачем ты второй-то покупал? Да я говорю, этот-то не утепляли, что я хотел тот утеплять, который под горой. Ты под горой прежде купил? Да я тебе опять объясняю. Братец нашел мне на горе. На горе или под горой? На горе нашел. На горе или под горой? На горе нашел, братец. А ты говоришь, под горой? Ну, я пошел после этого, как купил, к брату, к сродному. Ну, и брат сродный мне говорит, вот, продается вот через дом, вот, дешево тут мужик продает. Ну, я купил этот дом. Тоже, у тебя два на горе, получается? Под горой. Два? Один под горой, другой на горе. И еще третий в Бельмесево. Ну, третий на Булогино. А Бельмесево четвертый, получается? Да, Бельмесево-то где? Бельмесево-под горой. Бельмесевский участок под горой. А, то есть Бельмесево и под горой. А автокомбинат на горе. Ну, как-то, ни воды, ни света нет. Подожди, да. А под горой и вода, и цвет, и дрова, вот они рядом. Все рядом. Только, в бане нет. Тепла нету, обшивать надо. Ладно. Ну, зачем же ты его второй-то купил плохой-то? Ну, какой плохой? Ну, ты второй на Бельмесево, который... Второй, под горой. Ты не говори под горой, я не понимаю. На Бельмесево, где ты сейчас живешь. Ты второй его купил? Первый. Первый купил. Ну. Сначала купил, где ты сейчас живешь. Ну, братец нашел. Братец себе нашел. Да не братец, а... По интернету, или как сказать... Внучка. Да. Ты его купил, и он тебе не понравился. Ты... Ну, а кого бы не понравился? Ну... Эти стены выпирают. Ну, дощечки. Дощечками, и внутри пустота. Снаружи дощечки, а внутри... Ну, там... Ладно, все, заканчиваем разговор. Поблагодарим Бога. Пойдем делами заниматься. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Христе Боже наш.